Поход за продуктами питания в Аксюбинские магазины и рынки продолжает расстраивать с горожан. Дело по-прежнему в стоимости продуктов, которые продолжают расти. Стремительное ускорение роста цен произошло и на крупы, и на муку, и на макаронные изделия, подсолнечное масло, овощи и мясо. Цены в этом году повышались на овощи? Конечно повышались. Последнее повышение как? Повышение последнее пошли, что на 30% идет она. И фрукты, и овощи, и все. Дороговато все, все подорожало, до Нового года начало все дорожать. Перечислите, что конкретно повысилось в цене? Вот начну с масла, например. Вот я живу на Тургенево, вот Риол магазин есть. Масло было 1800, сейчас подорожало по уже 2800 стало это масло, которое было 1800. Все дорожает, и макаронные подорожало, и сахар несколько раз подорожал. Вот первый я брала, было 195, через два дня прихожу уже 205, через два дня 250. А сейчас я уже не брала, это не последние цены, я даже не знаю. Судя, картошку купили, да, в социальном магазине брали, по чем брали? Здесь взяла по 85. Как вам качество, цена? Не знаю, попробую. Там в магазине от 135, там тоже есть социальная, но не важная картошка, не хорошая. Горожане признаются, что сегодня вынуждены тратить на продукты питания больше половины своей зарплаты. Чтобы хоть как-то сэкономить, некоторые приходят на социальные рынки. Ведь именно здесь продукция реализуется по сносным ценам. Если сегодня картофель на одном из мини-рынков был более-менее неплохого качества, то лук оказался замерзшим. Как и в анваре замороженные. Нехорошее качество лука. Ну так, и в анваре такой же, но они еще замороженные же, лежат же на складах. Видите, какой мягкий весь, что с ним делать? Вот сейчас я с анвара иду, там дороже, и очень плохая картошка с луком. А здесь прям... На мини-рынке, расположенном в пятом микрорайоне, картофель в наличии имелся. Цена 85 сенье за килограмм. Но качество, что называется, как повезет. Данный продукт продавцы разложили в пакеты. И от чего-то возможности самому выбрать товар, приобретаемый, заметим, на свои деньги, покупатель не имеет. Поэтому хозяйки, когда уже дома чистят второй хлеб, часто находят и негодные корнеплоды. Нередко картофель, лук, морковь и капусту в таких магазинах, хоть и продают по более выгодной цене, но качество иногда не устраивает покупателей. Вот что по этому поводу говорят специалисты из управления сельского хозяйства. Мы выезжаем, мониторим, еженедельно выезжаем, мониторим. У нас есть акты тоже обследованы по качеству картофеля. Мы писали в СПК письма о принятии мер по качеству. Но на данный момент сейчас решается вопрос, уже перейдет переписка с ТО управлением рынками. Это управление рынками пишет письмо в ТО пригородные по качеству. Будет решаться вопрос либо возврат денег, либо улучшение качества продукции. Примерно сколько времени еще нужно будет подождать актюбинцам, чтобы на их столы качественный товар попал? На сегодняшний день уже вроде бы как бы у них до этого выдавалась красная картошка. Она была плохого качества. А сейчас после того, как поднять этого вопроса, уже пригородный стал завозить белую картошку. А красная, которая уже им, став фонд, как бы завез на продажу. Видимо, эта картошка, это остатки. Сейчас, в данный момент, уже пойдет белая картошка. Более 200 миллионов тенге было выделено из бюджета на закладку овощей в областной стабфонд. Объем в два раза больше, чем в прошлом году. Но вот следить за качеством товара, поставляющегося на рынок, ответственные лица, судя по всему, успевают не всегда. Да и в сельхозуправлении отмечают, что виновные в такой халатности непременно понесут наказание. Скажите, кто-то понесет наказание за то, что вот такой некачественный товар достаточно долгое время лежал и реализовывался в магазинах? Считаю, что да, должны понести наказание. А кто? Те, которые заключают фельд договора между поставщиком и заказчиком. Да, у нас оператором, я вам еще расскажу, оператором является у нас СПК в Тубе. То есть их специалисты тоже должны будут понести какое-то наказание? Ну, считаю, что да. Это после того, как сейчас уже, я как говорила, уже антикор выезжал, смотрел качество продукции. Вот сейчас уже переписка у нас идет уже. В дальнейшем уже будет руководство решать. И еще в эти дни и во всех социальных магазинах в продаже имеется сахар, подсолнечное масло и крупы. Как оказалось, данные продукты в ставфонде закончились. И сейчас в сельхозуправлении занимаются поиском новых поставщиков. Ализат Сакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт».